здравствуйте уважаемые коллеги давайте продолжим изучать свойства топологические свойства подмножить числовой прибой начнем с такого определения семейство множеств же лямбда где лямбда пробегает множество индексов лямбда большое называется покрытием множество не определяем это понятие если не содержится в объединении может же лямбда по всем да и глянда большая если все же лямбда открыты то соответствующее семейство называется открытым покрытием не называется открытым и так мы определили открытое покрытие множество и давайте приведем пример рассмотрим вот такое семейство интервалов ну при n равные единички то пустой интервал дальше там 1 2 1 1 3 1 и так далее скажите пожалуйста что у нас в объединении дают эти интервалы кто может сказать и того вот так давайте с вами обсудим почему это так ну понятно каждый такой интервал чик содержит в интервале 0 1 поэтому включение вот в эту сторону верно так теперь давайте посмотрим если я возьму произвольную точку x из интервала 0 1 хочу показать что выполнено включение интервал 0 1 содержится в объединении тогда что у меня всем ли понятно что по аксиоме архимеда у меня найдется такой номер что 1 на n будет меньше x достаточно взять номер больше чем 1 на x такой номер существует так как множество натуральных чисел не ограничено сверху ну тогда это что означает это означает что у нас x содержится вот в таком интервале значит выполнено и такое включение у нас есть равенство я могу говорить что вот это есть покрытие интервала 0 1 а также любого подможество интервала 0 1 так покрытие является открытым так как каждый интервал это открытое множество числовой прямой на числовой прямой у меня к вам вопрос коллеги скажите пожалуйста можно ли вот из этого объединения в этом объединении оставить лишь конечно число интервалов так чтобы у нас равенство продолжить выполняться всем ли понятно что как только я возьму здесь конечно набор интервалов есть будет ну интервал с наибольшим номером n большой который будет содержать все остальные интервальчики так и и значит у меня есть кусочек от 0 до 1 на n большой который не покрывается да так вот такая ситуация невозможно если у нас рассматривается открытое покрытие отрезка это соответствующая теорема которая называется обычно в литературе лемма гейны барреля давайте оформим теорема 2 в этом параграфе гейны барреля из любого открытого покрытия отрезка можно выбрать конечное под покрыть вот так учит это теорема давайте и и теперь распишем символах так если у нас набор жилянда есть открытое покрытие отрезка а b то можно выделить из него конечное под покрытие что это означает то существует конечный набор индексов лямда 1 лямда n такие что а b содержится в объединении то есть отрезок а b покрывается конечным набором множеств жилянда к т это теорема как будем доказывать от противного предположим из некоторого открытого покрытия множествами давайте жилянда ставим нельзя выбрать конечное под покрытие нельзя выбрать конечное покрытие ну что разделим отрезок а b пополам и через а1 b1 обозначим ту половину которая не покрывается конечным набором лямда же с индексом лямда и так давайте я запишу разделим а b пополам и через а1 b1 обозначим ну половину для которой давайте так которая не покрывается которая покрывается никаким конечным набором множеств жилянда естественный вопрос почему такая половина найдется но если обе половины покрываются конечным набором жилянда то и тогда их объединение покрывается конечным набором жилянда и тогда выполнено и так такая половина найдется ее обозначили а1 b1 и так разделим а1 b1 пополам и через а2 b2 значим ту половину которая не покрывается никаким конечным набором жилянда я напишу и так далее по индукции будет построен последовательность стягивающихся отрезков амбр ну вложенность видно мы на следующем шаге проли середину полученного отрезка амбр шаги так у нас стягивающаяся последовательность потому что длинный стремятся к нулю мы каждый раз делим отрезок попал ну давайте характеристическое свойство с каких свойствам то мы выбираем вот каждый из которых каждый из которых не покрывается никаким конечным набором множеств жилянда ну что есть последовательность стягивающихся отрезков применяй принцип кантора теорему кантора обложенных отрезков и так пошло по теорему кантора обложенных отрезков у меня существует общая точка для всех этих отрезков она даже единственная ну давайте я это отмечу c лежит в пересечении да всех лябда 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 ну поехали получим противоречия да так как у меня c лежит в пересечении значит лежит в первом самом отрезке этот отрезок у меня покрывается обором жилянда что это означает c лежит в объединении жилянда по всем лябда из лябда большой это означает что найдется лябда нулевое такое что c принадлежит жилянда нулевой да так как то существует лябда нулевое такое что c лежит в этом что мы знаем про множество жилянда не образует открыто покрытие да то есть каждый из этих множеств открыто в частности же с индексом лябда нулевое пишу множество жилянда нулевое открыто поэтому ну а c лежит там поэтому точка c внутренняя точка этого множества что это означает она входит в это множество с некоторой окрестностью существует окрестность напомню это интервальчик c минус эпсилон c плюс эпсилон который целиком лежит в жилянда нулевое у меня появилась вот это положительное число эпсилон а длинный отрезков у меня а к б к стремятся к нулю с ростом к поэтому я могу выбрать номер настолько большим что длина к этого отрезка будет меньше наперед заданного числа ну хочу вот это положительное число эпсилон итак выберем номер к так чтобы b к минус а к напомню как мы всякие разделили отрезок да пополам значит это 1 на 2 в степени к от длины исходного отрезка так чтобы эта величина была меньше эпсилон тогда ну коллеги у меня точка c лежит в отрезке а к б к так а значит у меня выполнено а минус c к меньше эпсилон и b минус b к минус c тоже меньше эпсилон и значит и значит коллеги давайте вот это вот переварим что вот это означает вот у меня давайте здесь а к б а вот у меня точка c вот это у меня меньше эпсилон и вот это меньше эпсилон да вот это да так что у меня c да минус c же больше либо равно вот так правильно и так коллеги давайте с вами посмотрим ну это означает что у нас отрезок целиком лежит в интервале c минус эпсилон c плюс эпсилон и пишу и значит у меня интервальчик c минус эпсилон c плюс эпсилон что у меня плохо да так отрезок а к б к целиком лежит в интервале в интервале минус эпсилон c плюс эпсилон напомню что у нас имеется вот такое включение значит я могу здесь продолжить записав вот так коллеги у меня отрезок а к б к покрывается одним множеством же лянда нулевое всем ли понятно что мы получили противоречие противоречие с чем с выбором отрезков а к б к как же выбирались эти отрезки каждый из которых не покрывается никаким конечным набором же с индексом лянда а мы одним покрыли значит противоречие построением последовательности отрезков а я тогда мое предположение неверно ну а в силу произвольности открытого покрытия же с индексом лянда вот я получаю теорему гейми баррель итак коллеги задайте пожалуйста вопросы если имеются нет тогда переходим так закончили доказательства давайте получать следствие из этого факта ну не буду скрывать это свойство какое свойство если из любого открытого покрытия множество можно выделить конечное подпокрытие называется ну при этом говорят что множество которое для которой это выполняется называется компакт в данном случае можно переформулировать что как гейми барреля по другому звучит отрезок а б компактен да является компакт ну давайте не будем вводить этот термин более естественно его ввести во втором семестре когда мы будем компакты изучать уже подробнее пока вот так останемся но все-таки одно следствие я даже тут два следствия получено одно касается распространения давайте покажем что компактом является не только отрезок но и любое замкнутое ограниченное давайте я это запишу итак если f у меня значит замкнутая ограниченное множество и набор мозжи лямб образует его открытое покрытие то из этого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие то вот как и выше существует индексы лямбда 1 лямбда m из лямбда большое что f покрывается вот здесь подчеркну это вот вещь не в таком виде ну расшифровал ну расшифровал место появилось поэтому расшифровал итак доказательства ну что давайте расшифруем ограниченность поскольку f ограничено то существует отрезок а b который содержит давайте рассмотрим вот такое вот семейство я к нашему покрытию добавлю вот такой вот элемент у меня все же лямбда открыты по условию так а так как множество f замкнуто то дополнение это открытое множество значит каждый из этих множеств это открытое множество всем ли понятно что это семейство это образует покрытие отрезка AB ну чтобы понять почему это так давайте рассмотрим объединение этих всем ли понятно что объединение дает всю числовую прямую ну почему каждая точка из числовой прямой она либо лежит в f а значит покрывается вот этим объединением либо лежит в дополнение ну значит покрывается вот этим множеством ясно итак мы находимся в условиях теоремы 2 отрезок AB покрыт семейством открытых множеств когда из этого семейства можно выделить конечное подпокрытие давайте это запишем по теореме 2 у меня найдутся такие что давайте так я уважаемые коллеги давайте я сейчас допишу всем ли понятно следующее я из этого покрытия выделяю конечное подпокрытие у меня в это конечное подпокрытие вот это множество может входить а может не входить контролируем ну если я его добавлю когда оно не входит то кашу маслом не испортишь включение сохранится так итак значит я так могу считать скобку закрыл ну а теперь давайте поймем следовательно f у нас содержится g лямбда 1 g лямбда m почему ну давайте с вами смотреть у меня есть вот это включение есть по условию да по выбору отрезка b и давайте с вами смотреть точка x принадлежит f большое тогда она что она попадает вот в это объединение ну заведомо вот в этом множестве точек из быть не можно значит все точки из f где лежат ну вот здесь ну что я и написал итак давайте расшифруем что же мы получили мы взяли произвольное открытое множество f еще раз подчеркну f замкнутое ограниченное множество числовой прямой и выделили конечное под покрытие теорема доказана следствие доказано давайте продолжим давайте продолжим получим еще одно следствие теперь иду сюда так следующий факт обобщает теорему бальца на верш трасс давайте это о существовании предельной точки так назовем это утверждение следствие 2 всякое бесконечное ограниченное множество имеет предельную точку давайте сразу назовем множество а имеет хотя бы одну предельную точку ну что давайте получим следствие 2 как следствие следствие 1 предположим предположим а не имеет предельных точек коллеги я утверждаю что множество а является замкнутым тогда вот всем ли понятно почему множество а замкнуты совершенно верно а по теореме 1 критерии замкнуто то 计 у нас а замкнута тогда и только тогда а содержится с предельные точки ну предельных точек нет то есть множество предельных точек пусто содержится в любом множестве посмотрю а содержится свои предельные точки а замкнута и дальше и каждая точка а какая предельной не является так давайте я запишу и для любой точки x из а ну x не является предельный расписываю существует жительная епсалон с индексом x для каждого x быть может свое епсалон такое что проколотая окрестность пересеченная все пусто то есть существует окрестность так что если в этой окрестности в соответствующей проколотой окрестности нет точек из чего я из а коллеги давайте рассмотрим вот такое семейство всем ли видно что это семейство является открытым покрытием а давайте я запишу ну во первых давайте с вами обсудим почему это покрытие а почему объединение этих множеств по всем точкам x из а содержит а не будем крайние брать возьмем центр центр этого интервала . x а наш лежит в этом интервале но объединение иксов по всем x и за это само множество а так знать у меня а содержится в объединение вот этих множеств по всем x и за правильно ну и каждый из этих каждый из этих множеств это открытый интервал так окрестность x минус эпсалон с индексом x x плюс эпсалон с индексом x открытое множество значит это открытое покрытие а ну тогда я что имею ограниченное замкнутое множество а а это открытое покрытие такого множество последствию один из этого покрытия можно выделить конечное под покрыть давайте это запишу так уважаемые коллеги о последствию один у нас с можно выделить конечное подпокрытие ну что это означает означает что а содержится в каком-то таком конечном наборе ясно, коллеги? а теперь давайте с вами посмотрим как же множество а располагается вот в этом объединении всем ли понятно, что вот этот интервальчик устроен так вот есть точка x1 есть дополнение для этого интервала но вот в этом дополнении нет точек из а ну вот же нет точек из а значит если это попало сюда то она может только быть точкой x1 ну все и так далее, продолжим следовательно у меня а под множество цента этих интервалов то есть а конечное то есть а конечное ведем следующее обозначение давайте я так ребят, мы с вами обсудили что такое окрестность конечной точки когда а у нас это элемент z а теперь давайте обсудим что такое окрестность бесконечности плюс бесконечности значит это у нас значит это у нас вот такой вот луч будет по определению объединенный объединенный с таким вот значком значит это у нас ε на окрестность плюс бесконечности так коллеги давайте с вами посмотрим как из окрестности получается проколотая окрестность ясно коллеги да? ну давайте аналогично вводится окрестность ε на окрестность минус бесконечности и проколотая ε на окрестность минус бесконечности ясно коллеги да? ну и у нас ясно коллеги да? ну и Уважаемые коллеги, вот здесь то, что я взял 1 на ε, это не принципиально, берут здесь и ε, но мне хотелось бы, чтобы у нас выполнилось следующее свойство монотонности. А именно, давайте отметим, что если у нас взята точка, и взяты положительные ε1, ε2, то, коллеги, ну что же я хочу естественно получать? Что при уменьшении радиуса окрестности, то есть ε, я хочу получать меньшую окрестность, как подможество большую окрестность. Ну давайте с вами посмотрим, что когда я взял 1 на ε, то это свойство сохранится и для вот таких элементов. Так то у меня будет выполнено вот это. Ну, соответственно, и... Ну, вот такая вот вещь. Ну, сделали такое замечание. Я объяснил, почему я здесь беру именно 1 на ε, а не ε скажет. Ну, вот хочу, чтобы вот это свойство выполнялось, естественное свойство. А дальше такое более важное замечание. Коллеги, давайте посмотрим на все определения этого параграфа. Вот взгляните так, полистайте, пожалуйста, определения внутренней точки, граничной, внешней, предельной. Всем ли понятно, что они используют только окрестности? Эти термины вводились через окрестности. Но я определил окрестности и для несобственных элементов плюс-минус бесконечность. Так что у меня все вот эти определения сохранятся не только для подмножеств из r, но и для подмножеств из расширенной числовой прямой. Давайте это запишем. Поскольку все понятия этого параграфа вводились через окрестности, то определение без изменений переносится на случай E подмножества r с чертой. Давайте я один частный случай хочу разобрать с вами в частности. Что означает, что символ плюс, соответственно, минус бесконечность это предельная точка вот такого множества. Давайте это расшифруем. А ну, коллеги, что значит у нас плюс бесконечность предельная точка? Для любого ε больше нуля что? Проколотая ε-окрестность плюс бесконечность пересеченная с E не пусто. Так, коллеги? Для любого ε. Давайте с вами это переварим. Вот это что означает? Что я центр убираю, так? Значит, я удаляю. А теперь давайте смотреть. Итак, как же вот это множество устроено? Оно устроено вот так. ε у меня любое положительное, значит, 1 на ε любое положительное. Итак, коллеги, что означает? В любом луче у меня есть точки из E. Не ограничено сверху, правильно? Итак, перевариваем. Означает, что множество E без вот этого не ограничено сверху. Это для плюс бесконечности. Ну, соответственно, снизу для минус бесконечности. Вот такое замечание. Просто уже сегодня будем, так сказать, рассматривать. И такой случай. Ну, хотелось бы, чтобы вы эту расшифровку понимали. Ну и в завершении этого параграфа давайте с вами поймем, что мы теперь можем для всех случаев, когда А конечно или бесконечно, записать определение предела числовой последовательности. Итак, запишем. Ну как, окрестности, да, у нас, давайте, в терминах, напишите, в терминах окрестностей можно единообразно записать определение предела числовой последовательности. В терминах окрестностей можно единообразно записать определение предела числовой последовательности. А именно, давайте с вами это и сделаем. Элемент R с чертой является пределом числовой последовательности АН если ну давайте с вами смотреть если для любого эпсалона больше нуля найдется номер начиная с которого что у нас выполнено АН попадает совершенно в эпсалон окрестность точки А Ну что, коллеги, а теперь ближайшая цель распространить это определение на случай произвольной числовой функции. Переходим к следующему параграфу. Все. Следующий параграф Так, какой у нас там по счету? Четвертый, да? Верно. Напишите предел и непрерывность числовых функций. Предел и непрерывность числовых функций. Так, ну ладно. Так, прошу, коллеги. Да, первый пункт этого параграфа предел функции точки. Предел функции в точке. Итак, определение. Мы дадим два определения предела по каши и по гейме. Итак, определение предела каши. Пусть у меня задана числовая функция из Е в Р и А, Б элементы расширенной числовой прямой. Ну, давайте запишем. точка, Б называется пределом функции F в точке А если если А это предельная точка множества E E область определения функции F и выполнено следующее для любого эпсалон больше нуля найдется дельта больше нуля что для каждого Х из области определения как только Х попадает в проколотую дельта окрестность А соответствующее значение попадает в эпсалон окрестность Б Коллеги давайте задумаемся над ценностью введения окрестностей да мы теперь разом можем описать все случаи да когда А и Б числа А число Б значок какой-то бесконечности А значок бесконечности Б числа все разом описывается вот в этих терминах обращаю ваше внимание что вот здесь берется проколотая окрестность для дальнейшего важно чтобы у нас предел не зависело от значения функции от существования функции в самой точке здесь здесь нельзя прокалывать естественно я хочу чтобы постоянная функция у меня имела предель здесь прокалывать нельзя ну вот так пишут значит как обозначает обозначает вот так предел функции f точки а равен b или вот так функция f от x стремится к b и и стремящемся к а ясно коллеги давайте с вами обсудим геометрический смысл предел здесь и так коллеги чтобы понять геометрический смысл давайте вот эту импликацию по-другому перепишу всем ли понятно что здесь сказано так образ вот этого множества только не забываем иксы у нас лежат в области определения в самом деле здесь написано следующее область проколотой дельта окрестности точки а пересеченная с е содержится в эпсилон окрестности b и на рисунке это так какую бы я окрестность не взял b какую бы я окрестность не взял у меня найдется окрестность дельта окрестность точки а так что а без так что это окрестность без центра то есть проколотая окрестность пересеченная Ну, понятное дело, с областью определения. Вот этот образ у меня лежал вот здесь. Ясно, коллеги? Какую бы я здесь окрестность точки В не взял, такая дельта окрестности А должна найтись. Замечательно. Ну, вот я уже на рисунке картинку нарисовал для случая, когда А и В числа. В этом важнейшем случае давайте перепишем определение предела функции Ф по Каши на языке неравенства. Итак, ну, напишите. Распишем определение предела по Каши для случая А и В числа. Принадлежат Р. Итак, ну, поехали. Число В есть предел функции Ф, 3х стремящимся к А, если точка А предельная точка множества Е. И второе... Я, наверное... Ну, ладно, вот это запишу. Для любого эпсалон больше нуля найдется дельта больше нуля, что для любого х из Е... А теперь, внимание, вопрос. Коллеги, что означает, что точка х попадает в дельта? А. Да. Это означает, что х принадлежит в интервале А минус дельта, А плюс дельта, так? Или на моду... С помощью модуля это как записать? Х минус А по модулю меньше дельта, так? Итак, пишу х минус А по модулю меньше дельта. Но у меня не просто окрестность, а проколотая окрестность. А что такое проколотая окрестность? Когда х не совпадает, да, с А? То есть я должен еще запретить, чтобы х равнялась А. Вот так это сделаем. Итак, тогда выполняется следующее. f от х попадает в интервал b минус ε, b плюс ε. Ну, это на модулю можно записать вот так. Ну, настойчиво рекомендую, так сказать, большинство из вас это испытают на коллоквиуме. Предлагается расписать определения для других возможных случаев, когда там b значок плюс-минус бесконечности, да, там а число, наоборот. Ну, и всевозможные варианты. Прошу вас как-то потренируйтесь записывать. Так, коллеги, все понятно? Замечательно. Найдем еще одно определение предела. Определение предела по гейне. Преамбула та же пусть у меня. Функция действует из e в r. А и b это точки, расширенной числовой прямой. Точка b называется пределом функции f в точке а, если а предельная точка области определения. И для любой последовательности элементов e без а из условия, что xn стремится к а, следует, что f от xn стремится к b. пишут, пишут, и в этом случае пишут вот так. Или вот так. Возникает вопрос. Почему же так пишут? Определения-то разные. А пишут так, потому что они эквивалентны. Это и есть содержание следующей теоремы. Рима-1. Определение предела функций по каши и по гейне. Доказательства. Предлагаю осознать, что это критерий. Две теоремы. Мы должны показать, что если функции удовлетворяют определению предела по каши в точке а, то она удовлетворяет определению предела по гейне в этой точке и наоборот. Две теоремы. Всем ли понятно, коллеги, что у меня, конечно же, рассматривается одна и та же функция для всех случаев? Поэтому преамбула то, что функция у меня одна, она для обоих этих определений. Точно так же по этим соображениям а у меня должна быть предельной точкой и в одном случае, и в другом случае. А предельная точка множества. Итак, поехали. Пусть у меня B есть предел функции F в точке а по определению каши. Я должен показать, что выполняется определение предела функции F в точке а по гейне. А именно, должна быть выполнена вот такая импликация, так как мы уже потребовали, чтобы A была предельной точкой. Итак, я рассматриваю произвольную последовательность. Итак, рассмотрим произвольную последовательность Хн из Е без А. Покажем. Что F от Хн, вот такая числовая последовательность, стремится к B. Стремится к B. Ну, пожалуйста. Я должен расписать определение того, что B является пределом вот такой числовой последовательности. Ну, вспоминаем. Должен зафиксировать произвольное ε больше нуля. Тогда, ну, давайте использовать то, что мы имеем. А имеем мы то, что B это предел функции F в точке а по каши. Ну, расписывая определение предела функции F по каши. Что мне нужно расписать? По ε у меня найдется вот такое дельта, что выполнена такая импликация. Давайте я это запишу. Тогда у меня по определению предела по каши найдется дельта больше нуля. что для любого х из Е из того, что у меня х попадает в проколотую дельта окрестность А будет следовать, что соответствующее значение попадает в ε окрестность B. Ну, расписал. Итак, коллеги, на сцене появилась вот такая положительная дельта. Давайте воспользуемся тем... Да, я тут не сказал, да, это плохо. Давайте... Мы же еще не просто должны взять произвольную окрестность, а вот с этим условием, правильно? Давайте тут допишите. Давайте это распишем. А является пределом числовой последовательности xn. Что это означает? Так, куда же мне влезть, да? Ну, к сожалению, придется чем-то вертывать. Давайте пожертвуем вот этим определением. Ну, так как у меня xn стремится к А, то у меня найдется номер, начиная с которого все xn попадают... Коллеги, куда попадает? Я хочу в определение того, что А предел xn, вместо ε засунуть вот это положительное дельта. Определение выдаст мне соответствующий номер. Итак, попадет в дельта окрестность А. Все понятно? Продолжаем. Поскольку... Поскольку у меня... все xn у меня по условию лежат здесь, то при n больше... больше либо равно n большого выполнено. А что выполнено, коллеги? Выполнено вот что. Ну, еще раз перепишу вот это. Давайте посмотрим. Вот это что условие означает? Каждый xn у меня с А не совпадает. Так, значит, xn лежат в проколотой окрестности. Все xn лежат в Е. Значит, xn у меня попадут в пересечении. Уточнил вот эту запись. Вот такой. А теперь давайте с вами смотреть. Как только у меня... Посмотрите, вот я стер. Как только у меня есть вот такое условие, то тогда лежат образы вот таких точек в определении предела по каши. Они попадают в ε на окрестность b. Пишу. Выполнено вот это. И значит... И значит, f от xn принадлежат ε на окрестности b. Ну, поздравляю. Давайте с вами смотреть. Какое бы я ε не взял, найдется номер, начиная с которого у меня все f от xn лежат в ε на окрестности b. Ну, это расписанное определение того, что b большой является пределом вот такой вот числовой последовательности. Это означает, что f от xn стремится к b. то есть верна вот эта импликация. А значит, определение предела по гейне выполняется. В одну сторону мы доказали. Коллеги, все здесь было ясно? Хорошо. Давайте докажем теперь достаточность в этой теореме. А что это означает? Пусть у меня выполняется определение предела функции f по гейне. Я хочу показать, что выполняется определение предела по каши. Итак, давайте это реализуем. Пусть у меня выполнено вот это. Пусть b есть предел функции в точке а по гейне. Ну, хорошо. Здесь от противного предположим, если b не является пределом функции f по каши, ну, в точке а, то... То что, коллеги? Ну, давайте построим отрицание определения предела функции в точке а по каши. Посмотрите, пожалуйста, я стер, к сожалению. как там строится, то... Ну, если у меня все-таки вот а предельная точка, то отрицается вторая часть, так? Да, существует... Слушаю. Да, существует эпсилон, что для любого дельта больше нуля найдется х из е, так? Из области определения. А теперь нужно логическое следствие отрицания его расхода. Импликация. Как отрицается импликация? Из а следует b. Неверно. А и не b. Чертка, тогда что у нас будет? х лежит в проколотой дельта окрестности в точке и не b, да? И f от х не лежит в эпсилон окрестности b. Я плохо, да? х попадает в проколотую дельта окрестность точки а, но f от х не лежит в эпсилон окрестности точки b. Коллеги, все здесь ясно? Ну, давайте с вами запустим процесс. Здесь же написано для любого дельта. Давайте будем перебирать дельта. Дельта 1, 2, 1 вторая, 1 третья и так далее. Каждый раз этот ящик мне будет выдавать свой х, так? Давайте это запишем. Положим дельта равна 1 на n. n натурально. И соответствующее значение х, вот, существует х, обозначим через х с индексом n. Ну, индуктивно у нас будет построена последовательность х, так? Так, да. Давайте переварим. Что про эту последовательность можно сказать? Что можно сказать про эту последовательность? Ну, по крайней мере, вот это можно сказать? Пси и хн лежат в е и не совпадают са. Так, отлично. А теперь скажите, пожалуйста, а вот это можно сказать? А это откуда вытекает? Это вытекает вот с чего. У нас же есть вот это условие. Хн лежит в 1 на n окрестности а. Давайте здесь какие-нибудь случаи с вам попереберем. Это писать уж точно не надо. если а конечна, то у нас как здесь записывается? хн минус а меньше 1 на n. Если у меня здесь плюс бесконечность, то тогда как это запишется? хн больше n. Так, условие правильно? В любом случае у меня предел этой последовательности будет какой? В данном случае а, в данном случае плюс бесконечность, когда а плюс бесконечность. То есть вот так и так выполнено вот это. Все ли здесь ясно, коллеги? А теперь давайте с вами смотреть. Но если выполнено вот это, то определение предела по гейне что будет гарантировать? Что выполнено вот это? Ну, давайте я это запишу. по определению кейна у меня f от xl стремится к b. ну, расписываю и значит какое бы я epsilon не взял, я хочу вот это epsilon взять. Найдется номер, начиная с которого f от xn попадут в epsilon окрестность предела b. и так и значит у меня найдется номер, начиная с которого все f от xn попадут в epsilon окрестность предела b. Стоп! но все f от xn по построению не лежат в этой окрестности, но все f от xn не лежат в epsilon окрестности b. Противоречие элемент f от xn большое одновременно и лежит и не лежит в окрестности. Такого быть не может и значит наше предположение, что выполнило вот это условие неверно. Итак, коллеги, все ли здесь понятно? Значит определение предела f в точке опокоши выполняется. Мы с вами доказали эту теорему и теперь понятно почему обозначения в обоих случаях одинаковые. Так? Все. Ну что там, коллеги, есть у нас еще время, да? Как много времени, да? Да. Ну что, давайте одно свойство напишем. Начинаем следующий пункт, а завтра продолжим. Свойства предела функции. значит, свойства один. Единственность. Ой, единственность. Значит, если у нас B является пределом функции в точке А и C является пределом функции в точке А, то B и C совпадают. А теперь давайте с вами поймем, раз мы получили, что определение предела по Гейне и по Каши эквивалентны, я могу при доказательстве пользоваться любым из них. Так? Мне удобно здесь воспользоваться определением предела по Гейне, так как мы три недели с вами строили теорию пределов последовательности. Так? Ну так давайте этим воспользуемся. Итак, пишу и расходимся. Рассмотрим произвольную последовательность XN лежащую вот здесь из Е без А такую, что XN стремится к А. Тогда по определению Гейне у меня F от XN должно стремиться куда? С одной стороны к B, когда я расписываю вот это определение, с другой стороны к C, когда расписываю вот это определение предела. в силу единственности предела последовательности у меня B и C совпадают. Ну на этом разрешите закончить лекцию. спасибо за внимание.